Безусловно, что сейчас идет предвыборная кампания, и я представляю избирательный блок «Выбор Молдового таможенного союза». И сейчас надо заниматься выборами, агитацией, но есть вещи, которые обязательно нужно сейчас предпринять. Мы сегодня обратились в парламент Республики Молдовы. Сегодня еще действующие депутаты имеют право проводить заседание. Для того, чтобы парламент принял исключительно важное решение, это осуществил запрет на ввоз из других стран в Молдову овощей, фруктов, мяса. В чем проблема? Проблема в том, что в Молдове сейчас накопилось очень много овощей и фруктов, а полки наших магазинов заполнены импортом. Получается, что наши сельхозпроизводители, которые попали в дурацкое положение, не могут продавать товары в Европу и не могут продавать в Россию, вынуждены складировать эти овощи и фрукты, хранить их. Основная масса их испортится, а на наших полках импортные фрукты. Любая страна обязана защищать своего национального товаропроизводителя, особенно в таких неординарных ситуациях, когда Российская Федерация запретила ввоз продуктов питания овощей и фруктов со всей Европы. В каждой стране Европы сегодня сельхозпроизводители выходят на митинги, то навоз, то яблоки высыпают на головы своим правителям за то, что они ввели санкции против России, а Россия закрыла рынок, а мы сидим спокойно, как будто ничего не произошло. То есть у нас сегодня сотни тысяч тонн яблок лежат в хранилищах, никакой перспективы их продать нету, а в супермаркетах номер один Green Hills, значит сплошь и рядом немецкие голландские яблоки, перцы, картофель, чеснок, редиска западного производства. Почему? Потому что эти сети уже наладили свои поставки, и им выгоднее гарантированно получать эту продукцию из Европы, из Польши, из Голландии, чем иметь дело с молдавскими сельхозпроизводителями. А молдавские сельхозпроизводители могут продать продукцию только на рынках, да и то там надо платить еще деньги. Поэтому я предлагаю принять закон, запрещающий ввоз курятины, свинины, говядины, для того, чтобы можно было то, что производится, продавать у нас, чтобы бойни могли работать и продавать эту продукцию у нас. Это с одной стороны. С другой стороны, для того, чтобы все производители сделали какие-то планы на будущее, понимая, что Молдова ограничила въезд на свою территорию той продукции, которую молдаване могут сами производить. И вот хотя бы один год мы должны жить в таком режиме, чтобы продать то, что у нас есть, и стимулировать производство и сельхозпосадки на следующий год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова